Здравствуйте! Самые свежие новости в мире. Ближайшие пару минут расскажу я, Дельна Знасекенова. Число погибших из-за наводнения в Испании выросло до 158 человек. Больше всего стихии затронула Валенсию. Там погибли 155 человек. Власти опасаются, что число жертв будет расти и дальше, поскольку много пропавших без вести. Их поиски продолжаются. Большая вода разрушила почти всю инфраструктуру. На сегодня улицы десятков городов и деревень выглядят как после апокалипсиса. Смыты мосты и дороги, разбитые и перевернутые автомобили, оборваны линии электропередачи. К слову, наводнение в Испании может стать самым масштабным в Европе за 50 лет. Это уже третий случай. И он очень масштабный. Местные власти не вкладывают никаких ресурсов. Я думаю, это катастрофа, которая возникла из-за их бездействия. Они не помогают нам. Я не знаю, что еще сказать, потому что мы уже 5 лет боремся с этим. Большая вода настигла и Тайвань. На страну обрушился самый сильный за последние 30 лет супертайфун Конг-Рэй, который вызвал наводнение. По данным CNN, погиб один человек, а почти 10 тысяч жителей власти эвакуировали досрочно. По прогнозам, скоро стихия обрушится на Китай вдоль побережья провинции Фудзянь. Там готовятся к потенциально сильнейшим дождям более чем за 40 лет. Больше месяцев в Хан Юнис, что находится в секторе газа, не поступают продукты и лекарства от Бапор. По словам палестинцев, все это время они выживали только за счет помощи от агентства. Но вот уже на протяжении 4 месяцев они испытывают трудности. А сейчас вовсе перестали получать консервы и медикаменты. В ООН обеспокоены, что всему палестинскому анклаву по-прежнему угрожает голод. А Израиль заявляет, что не препятствует доставке гуманитарной помощи. Во-первых, лекарства не поступают. У таких людей, как я, страдающих от высокого кровяного давления, диабета и инсультов, нет доступных лекарств. Что касается питания, то нам отправляли муку и консервы с мясом. Но прошло уже больше месяца, как ничего не поступало. Ежегодно 1 ноября католики всего мира празднуют Хэллоуин, День всех святых. Но американцы заявили, что самая страшная ночь в этом году им еще предстоит 5 ноября, когда в США пройдут президентские выборы. Некоторые жители рассказали, что их главный страх потерять единство. Другие были более категоричны в своих страхах. Одни боялись кандидатов республиканцев Дональда Трампа, а другие его соперницы от демократов Камалы Харрис. Тот факт, что Трамп может быть избран, и все, за что он выступает, вот что меня реально пугает. Я думаю, что самое страшное – это раскол, который сейчас наблюдается в стране. Я надеюсь, что подобные праздники дают нам всем возможность испугаться вместе и сплотиться. На сегодня у меня все. Мы будем следить за развитием событий в мире. До встречи через неделю.